Выполнение соглашения между областным исполнительным комитетом, региональным объединением нанимателей и профсоюзами стало повесткой пятого пленума Совета Брестского областного объединения профсоюзов. В центре внимания – защита интересов граждан, работающих на предприятиях, создание благоприятных условий для труда. Особенно острый вопрос встал в тех организациях, которые сегодня переживают непростые времена. Однако постепенно ситуация улучшается. В этом году однозначно ситуация улучшается. Но хотя если говорить о сокращении, сокращении рабочих, мы можем сказать, что мы проанализировали, 8-й стройтрест по итогам прошлого года является лидером по сокращению штатного количества работающих. Они сократили более 500 человек, даже более 600 человек. Это, я посмотрел, 21% от всех работающих. Но ситуация потихонечку улучшается. Заказы появляются, работа появляется, естественно, и есть занятость, и есть зарплата. Поэтому в этом году однозначно ситуация улучшается. Как показывает практика, эффективная работа профсоюзных комитетов на местах дает свои плоды при рациональном подходе к делу. Один из примеров – Брест-Водоканал. 5 октября 2017 года был принят новый коллективный договор на 2017-2020 годы, в котором предусматриваются ряд льгот и компенсаций работникам, такие как материальная помощь на оздоровление при уходе в отпуск, материальная помощь при вступлении в брак, при рождении ребенка, для подготовки детей в школе, на удешевление питания ежемесячно работникам. Более того, для работников, которые привлекаются к аварийно-восстановительным работам в неурочное время, идет обеспечение горячего питания за счет средств предприятия. Еще один немаловажный аспект деятельности профсоюзов, стоящий на повестке дня – проверка соблюдения нанимателями норм охраны труда на предприятиях. Сегодня за этим бдительно следят общественные инспекторы. По результатам деятельности лучше были удостоены памятных подарков. Наша функция – скорее не наказывать, а указать на некоторые недостатки, несдочеты, обращать внимание руководства по обеспечению средствами индивидуальной защиты, где-то улучшением условий для работников. Ежегодно мы проводим областной смотр-конкурс о осуществлении общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда среди профсоюзных комитетов, общественных комиссий по охране труда и общественных инспекторов по охране труда. Такие же конкурсы организованы ежегодно и в отраслевых профсоюзах, и в республиканских комитетах, а также заключительный конкурс проводится в Федерации профсоюзов Беларуси. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербанты, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.